Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие дедки! Сегодня с вами снова я, Тика, Надя, и сегодня я делаю необычное видео. Таких видео на ютубе, наверное, нету. Этот тег начал мой очень хороший знакомый по ютубу, Дима Киев-Вест, и я благодарна за это, потому что я нигде и ни у кого никогда не видела подобной тематики. Обычно все снимают просто факты о себе, а тут, как вы видите по названию, плохие факты обо мне. В принципе, никто никогда не говорит плохие вещи о себе, да, это так принято. Никто не любит говорить о себе правду. Но я посчитала, что эта тема очень интересная, и мне захотелось сделать такое небольшое видео, где я просто расскажу, поделюсь какими-то такими фактами, не в таком хорошем свете, а в естественном. А я ругаюсь матом, да. И я не сижусь этого, не скрываю этого, и я не вижу ничего здесь такого прям ужасного, потому что кто не ругается? Вообще есть такой человек, который никогда не ругается, ничего не говорит такого негативного и вульгарного. Это бывает в такие моменты, когда это нужно вставить, или когда просто уже нервы какие-то там не держат, да, и как-то просто какие-то эмоции тебя переполняют, может быть, от радости, а может быть, наоборот, от негатива. И я считаю, это совершенно естественно. Ещё один факт, нехороший, и вообще его, вот этого надо статисты, я считаю, потому что это неправильно, и никто не должен так делать. Я курила раньше, да, такое было. Я первый раз попробовала в глубоком детстве, и мне вроде бы понравилось, хотя я сама даже не поняла, вот, но потом это повторилось, потом второй раз повторилось, третий, и как-то это всё так пошло, 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 и последний раз, кажется, в 18 лет я пробовала, и всё, потому что я знаю, что это ужасная вещь, ни к чему хорошему она никогда никого не приведёт, и не приводит, даёт только негативные последствия для здоровья, для окружающих, особенно для окружающих. Сама я не приношу сигаретный дым, весь этот запах, и начинается аллергия, чихаешь, кашляешь, от него очень неприятно себя чувствуешь, всё так сказывается потом нехорошо, и поэтому я никому никогда не советую даже пробовать, не начинать, ничего, и держаться просто подальше от тех мест, где много дыма, или когда ваши знакомые курят, пусть они курят без вас. В последнее время, когда очень много стресса, и когда бывают какие-то негативные ситуации, моменты, я просто по ночам замечаю, что меня очень тянет к этому, и я, когда начала это замечать, просто подумала, что, чёрт, зачем это вообще нужно, почему тянет к этому, и, видимо, один раз попробовал, и так будет всегда, наверное. Это, на самом деле, очень-очень печально, и поэтому я ещё раз говорю, просто старайтесь вообще избегать этого, и никогда не пробовать, а если попробовали, то постарайтесь бросить, потому что лучше светлое будущее, чем покрытое дымом. Я из тех людей, которые в какой-то мере степени помешаны на технике, на гаджетах, ноутбуки, телефоны, там, ну, планшеты ещё не очень как-то. На протяжении, наверное, всей моей жизни, как вот первый раз у меня появился телефон, это был конец девяностых, когда телефоны и мобильные только появлялись, кирпичики и так далее, для меня это казалось очень интересной, такая игрушка, и потом, когда мы купили мне мою первую моторолу, которая такая была кирпичиком синенькая, и там было много разных тем, игр, можно уже было скачивать мелодии всякие, и после этого меня понесло. Каждый полгода или каждый год я меняла телефон. Для меня это было просто, не знаю, что-то такое прям вот одержимое, я всегда хотела что-то нового, мне всегда хотелось лучше, 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 лучше. Я так и делала, вот действительно. Только появлялись какие-то деньги, я покупала телефон. Если их хватало, да, на эту сумму. Либо брала их в кредит, эти телефоны. Ну, выплачивала, никогда не было никаких проблем с этим. Просто я не понимала, почему так. Может быть, чего-то мне не хватало, или я хотела что-то в себе заглушить, чем-то вот этим, да, или хотела казаться лучше. Я не знаю, это был подростковый такой период, который вообще сложно понять. Подростков очень тяжело понимать, на самом деле. И какой-то такой момент наступил, что мне показалось, что больше мне ничего не нужно. Это было первый раз так, вот действительно, что вроде бы у меня всё есть, зачем я гоняюсь за чем-то. И сейчас просто, когда мой ноутбук дышит из последних сил, у него уже поломался корпус, и на мониторе вот эта вот окантовка, да, которая держит свою веб-камеру, там мой монитор, она уже вся разваливается на части, и кнопки у меня отлетают. И сам он дико глючит, нагревается, и куча у него проблем. Мне все говорят, что, Надь, купи себе новый ноутбук, уже просто пора это сделать, да, тем более ты монтируешь много и работаешь, тебе нужно что-то помощнее, типа там макбука того же самого, да, или HP, там что-нибудь ещё. Но я не могу с ним расстаться. Вот действительно, раньше бы я, наверное, побежала бы, действительно купила новый ноутбук, но, я не знаю, я мучаюсь с этим, и у него куча минусов после того, как он в таком состоянии стал, но, наконец-таки, я стала постоянной в этом плане. И, наверное, у каждого есть вот этот вот момент, когда ты останавливаешься и говоришь себе «стоп», независимо в чём, может быть, это отношения, может быть, это та же техника, или какие-то покупки, да, шопоголики, тоже, может быть, когда-то говоря себе «стоп». Но вот у меня так было с техникой, с гаджетами, и я жалею в том моменте, когда будут потрачено столько денег на технику, мною, да, моих денег, и денег родителей, и, наверное, уже можно было бы на все эти деньги съездить в какое-нибудь там путешествие. Просто очень жалко, что я поздно для себя открыла это. Но вся жизнь ещё впереди, и я рада, что у меня синьё, это наконец-таки мой разум открылся, я стала умнее, мудрее, и поняла, что в жизни есть другие важные вещи, и не важно, что у тебя будет дороже или лучше, чем у других, это абсолютно ничего не меняет в самом тебе. нужно менять именно себя и улучшать себя, а не какие-то свои вещи, какие-то гаджеты, одежду и украшения, всё остальное. Ты можешь самовооружаться, как угодно, и просто фишка в том, что нужно делать это для себя. На самом деле, очень тяжело вспоминать такие факты, потому что всё плохое, оно как-то забывается, улетучивается из тебя, и хочется больше сосредотачиваться на хорошем. И я даже не знаю, что ещё можно добавить в эти факты. Я думаю, такие видео можно периодически снимать, особенно когда ты сделал что-то нехорошее, и всё из тебя грузьёт, ты сделал, записал такое видео и выложил. И в будущем это будет помогать исправлять свои ошибки и работать над собой, потому что через такие вот видеоролики можно даже для себя просто записывать, никуда не выкладывать, да? Просто когда ты их выкладываешь, у тебя есть какая-то ответственность перед людьми, которые знают это, но они не должны тебя и вообще не имеют права осуждать, потому что никто не идеален. И просто, когда ты споткнёшься, ещё раз, не дай бог, об эти же ошибки, просто люди, которые смотрели твоё видео, да, вот это, и ты, например, забыл об этом вообще, я даже не осознаю, что ты уже снова повторяешь это же, они могут просто тебе тонко намекнуть, что, а помнишь такое-то видео, а ты помнишь, что ты там говорил? Вот, я считаю, что это очень полезно, на самом деле, очень-очень-очень полезно, и мне кажется, надо каждому это делать для самого себя, для улучшения, лучшая версия себя, даже книга есть такая, вот, для своей лучшей копии. Я считаю это плохими фактами, на самом деле, но я была тогда совсем ребёнком, мне было около 5-6 лет, это был очень тяжёлый период моего детства, когда я потеряла своего родного брата, и, ну, конечно, у каждого ребёнка может сломаться психика, да, или нервы, или что-то ещё произойти, когда ребёнок должен куда-то негатив свой выливать, свою боль, и все вот эти последствия, этих событий, не поверите, что я делала, и мне дико стыдно, я не понимаю, зачем, хотя если рассматривать со стороны этой, как с точки зрения психолога, то, возможно, я понимаю, почему так происходило. Короче, у нас была большая собака, овчарка, и у неё были щенки, около 12 штук, что ли, я не помню, был помёт у неё, и мы всех оставили, мы потом этих щенков раздавали, продавали и так далее, оставляли себе ещё пару, чтобы они дома храняли. Когда щенки подросли, ну, там пару месяцев им было, и они всегда крутились вокруг, и когда что-то происходило, такой нехороший, может, кто-то на меня накричал, или кто-то от разных там поругался, или что-то ещё сделал, что я делала? Я брала щенка, и кусала его за ухо. Я не знаю, это настолько ужасно, правда, я просто брала его, кусала за ухо, и потом ругалась на него, просто вот ругалась, как ругались на меня. И я вспоминаю комикс, где, я думаю, все видели его, он очень часто в соцсетях плавал, когда, например, бабушка кричит на маму, мама кричит на папу, папа кричит на ребёнка, ребёнок кричит на кошку, а кошка кричит на куклу. Ну, сами понимаете, да, цепочка идёт, идёт цепочка вот эта, когда каждый должен сбросить вот этот негатив. Что может сделать ребёнок? Только либо причинить варить себе, либо другому. И вот, видимо, я делала это именно в этом ключе, в том, что мне нужно было сделать сброс, но мне очень жалко щеночков. Это ужасно, на самом деле, да, мне дико стыдно, правда, но что сделать? Так вот было как-то. Я думаю, что пока хватит нехороших фактов обо мне. Надеюсь, что это видео было вам интересно, и оно, мне кажется, уникально, и я надеюсь, что вы продолжите тоже этот тег, потому что он довольно очень интересный, и мне кажется, его должно быть больше на YouTube, потому что, как я уже говорила, все говорят о себе только хорошее, а вот не хорошее почему-то все скрывают. я думаю, что пора раскрыть свои карты людям и показать настоящих себя, признаться в том, что, может быть, они не хотят признавать для себя самих, и это очень полезно, на самом деле. Всех люблю, желаю внимания, спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok